Раньше отец постоянно покупал лотерейные билеты, мы вместе смотрели русское лото, зачеркивали циферки, и для меня это была такая крутая семейная активность. Недавно я снова увидел такой билетик в продаже в супермаркете и захотел немного поностальгировать. Доброе утро, дорогие друзья! И первое в воскресенье весны наш праздничный эфир открыли Владимир Пресняков, Наталья Подольская. Когда вы провожаете друг друга на концерт, какие вы находитесь слова, чтобы пожелать удачи? А что ты сказала Наташе по поводу рождения сына ровно в годовщину свадьбы? Наташа, а кто принимал решение, как назвать пепельца? Наталья, какие музыкальные поздравления устраивает для тебя старший сын Артемий? Мы готовы приступить к праздничному тиражу русского лото. Номер 54. Номер 7. Номер 2. Номер 2. 34. Джекпот русского лото сегодня не разыграл. Номер 36. Стоп игра! Мимо. Оба мимо. К сожалению, волшебство безвозвратно утеряно. Во-первых, оказалось, что Михаил Борисов, который вел русское лото все мое детство, и с которым у меня эта игра ассоциировалась, к сожалению, в прошлом году умер от ковида, и сейчас вместо него Лысенков, который задавал максимально странные и непонятные вопросы Пресняковой и Подольской, которые участвовали в этой лотерее зачем-то. Во-вторых, открытием для меня стало, что в 8.20 начинается не русское лото, а теперь там несколько лотерей в одной, и смело можно было спать еще час или работать спать. Ну и в-третьих, я либо в детстве не обращал на это внимания, либо этого раньше не было, но так втюхивают людям, что они должны участвовать в лотереях, показывают счастливых победителей, или, может быть, якобы победителей. И какая-то девочка из Москвы, которая выиграла загородный дом, и которая танцует на фоне Moscow City. Выиграйте и выигрывайте, и у вас обязательно все получится. И это лучшая привычка дарить друг дружке лотерейные билетики на 8 марта. Омерзительно. Выглядит, выглядит все очень омерзительно, честно говоря. Может быть, дело в том, что я вчера вернулся с этого дня рождения во втором часу ночи, и не очень, мягко говоря, бодро чувствую себя сейчас. Пойду умоюсь, позавтракаю. Закончил монтировать вчерашнее видео. Через 2 часа прилетит слава. Я обещал, что к этому времени я найду площадку. Это значит, что у меня остается 2 часа, чтобы... Кажется, нашел интересный вариант. Посмотреть его можно только после 8 сегодня. Так что, если славяка отпустит погулять вечером, то все получится. Если я ничего не забыл, то в прошлом году и шмоток я купил. Пару футболок, ну, понятно, носки, трусы, пару кроссовок и вещи для похода. Это все. И я прям очень доволен собой, потому что стараюсь снизить уровень потребления. При этом у меня до сих пор еще полно шмоток, которые я купил годы назад и до сих пор не носил. Ну, по-моему, стильненько. Я снимал это на ВДНХ в январе, тогда не смонтировал, а сейчас здесь ничего не видно. Приехал сюда на тот случай, если славяка все-таки отпустят погулять, чтобы можно было сразу сорваться. Здесь абсолютно пустой, заснеженный фудкорт под открытым небом. Кайф. Я думал над тем, почему люди покупают лотерейные билеты, и понял, что, в принципе, по той же причине я в ближайшее время не планирую возвращаться в Иркутск. Так, написал слава, и мы не отпустили. Нахрен ВДНХ. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Итак, мои интереснейшие умозаключения. Человек покупает лотерейный билет, и он дает ему возможность ничего не делать, но при этом получить невероятное богатство, только потому что у него есть этот билет. Для меня мое присутствие в Москве это как раз-таки тот самый лотерейный билет, но накануне деньги, а вероятность того, что со мной может произойти что-то интересное. Пример. Я проехал через весь Китай только потому, что девочке, которая меня туда позвала, нужен был ведущий именно из Москвы. Я неделю тусовался в Греции с кумирами детства, отпетыми мошенниками, только потому, что был в Москве и в нужное время оказался в нужном месте. Я участвовал в парусной регате в Хорватии только потому, что Женька Бородин не знает, как работают визы, и потому что я был в нужный момент в Москве, когда его нужно было подменить. Я люблю Иркутск, и я знаю много людей, которые живут там, занимаются любимым делом и вполне счастливы. Но произошло бы все, что произошло со мной, если бы я находился там. Ну, по-моему, стильненько. Спасибо. Спасибо.